Последний пункт. Есть прямоугольник, в каждой клетке которого сидит мужик. Жуки взлетели, каждый сел в какую-то клетку. Известно, что соседние жуки, соседние по стороне или по углу, оказались либо в одной и той же клетке, либо в соседней клетке. Докажите, что хотя бы один жук оказался либо на своей исходной клетке, либо в соседней клетке. Исход, ребята, это намного интереснее, чем полоска. Потому что полоска, это, в смысле, случай, одной перемены. А здесь у вас что? Две, правда? Фактически у вас дремоугольник. Кстати, ровно такое же решение и у пролепимина. Представьте себе, есть кубики, в каждом живет жук, поползли по пространству и полетели. Все то же самое. Соседние по грани, ревру или углу. А не четырех нервов раздался в углу, что ли? А это то же самое. То есть она одинаковая доказывается. То есть достаточно на самом деле раздаться с плоскостью. Разбить на полоски или на... Разбить на полоски, чтобы вы даже с ними делали. Продышать каждую полоску. Понятно. А такое доказательство, что полоски нельзя, это значит, что прямоугольники только не делали. Разве они не могут принятать полоски в полоску, то же отсутствуют. Я обещаю сегодня рассказать два доказательства. Как доказывать теорему Брауэра для прямоугольника? Для прямоугольника проблема в том, что складывать, конечно, можно. Но когда вы будете потом сворачивать, то вот эта неподвижная точка, центр поворота, и будет той самой, которая почти останется на нерву. Никак не будет учить. А давайте я еще скажу, как тверему Брауэра иногда рассказывают школьники. Ну, не в смысле, чтобы доказать, а в смысле, чтобы объяснить. Вот представьте себе контурные карты, да? Замечательно. Вы берете две одинаковые карты, но одну из них любым способом складываете, сжимаете. Если она, так сказать, нарисована на какой-то такой резинке, да? Важно, чтобы не выйти за пределы всей этой контурной карты. Так вот, оказывается, что обязательно найдется хотя бы одна точка, которая и там, и там, вот иголочкой можно проткнуть, так что на обеих картах, и на исходной, которая лежит, и на той, что вот скомканная, это будет одна и та же точка. Хотя бы одна такая должна дойтись. Это сильное утверждение. Полоска, это же то, что у меня есть прямоугольник. Да. Полоска, это частный случай, конечно, нашей задачи. Для полоски мы задачу решили. Отлично. Опять. Если вспомнить доказательство теорием Рауэра для округа, то, что на самом деле здесь есть, это не первая наука. Да, да, да. То она, очевидно, доказывается при помощи количества оборотов вокруг точки. Правильно. А количество оборотов какого вектора? f от x минус x. Молодец. Поля понял идею доказательства. Это второе доказательство. Идея совершенно замечательная. Но боюсь, что кому-то из вас может показаться это сложным. Он уже фактически сказал. Смотреть за количеством оборотов. Поэтому давайте сделаем так. Это доказательство, в некотором смысле, немножко такое неидейное. Но оно хорошее. Это хорошая индукция. Индукцию я буду вести по... Хотите, сумме сторон прямоугольника. Хотите, по площади прямоугольника. В общем так. Я буду считать, что для всех маленьких все доказано. И переходить к прямоугольникам все большего и большего размера. Понятно? Отлично. Что такое база индукции? Ну понятно. Прямоугольник размером 1 на 1. Все согласны, что когда у нас есть одна клеточка, то у жука есть единственный вариант. Просто, так сказать, сесть там откуда вылетит. Для 2 на 2 тоже. Ну для 2 на 2 тоже все клетки соседние. В общем с базой все хорошо. Теперь берем прямоугольник и квадрат, или не квадрат. Вот давайте прямо так напишем. Это не квадрат. Здесь что у нас будет? Квадрат. Здесь у нас будет квадрат. Господа, давайте я сначала расскажу для не квадрата. Посмотрим на крайние левые клетки и крайние правые. При этом расположим его именно так, что наибольшая сторона фернатальна, а меньшая сторона вертикальна. Есть такой вариант, что ни один жук не прилетел в консуциал. Смотрите, что в таком случае получается. Если сюда не прилетел ни один жук, то когда мы просто отрежем эту полоску и будем следить только за жуками вот этого прямоугольника, то получаем, собственно говоря, нашу задачу. Разве нет? Абсолютно. Про полоску. Нет, не про полоску, а про прямоугольник. А мы ее решали. А мы ее решали, потому что размер прямоугольника стал меньше. Индукция в этом и состоит. Что для того, чтобы решить задачу, вы предполагаете, что для всех прямоугольников меньшего размера и уже все решили. Не понимаете? Мы будем постепенно двигаться все больше и больше. То есть, если нам дали прямоугольник размером 3 на 2, а мы свели его 2 на 2, но для 2 на 2-то мы знаем, это и называется метод индукции. Итак, если на левый край ни один жук не прилетел, то что? То значит, что это в каком-то подвиглеске? Нет, то мы просто отрезаем этот край, этих жуков, которые там сидели, объявляем на пенсию, и дальше все, и больше нет. Куда угодно. Новый прямоугольник получается просто отрезанием этой правой гранической полоски. И для нее утверждение верно, а значит все хорошо. Отлично. Значит, хотя бы один жук что должен был сделать? Туда сеть. Туда сеть. Отлично. Хотя бы один жук сюда должен был сделать. Ребята, ровно такое же рассуждение здесь. Ровно такое же рассуждение здесь. Если ни один жук на левый край не прилетел, то мы просто отрезаем левый край вместе со всеми его жуками и говорим, что оставшийся прямоугольник дает нам ту же самую задачу из львы. Значит, хотя бы один жук должен был что? Стоять и сюда. Сюда и теперь. Отлично. А вот теперь, господа, очень важное заявление. Давайте между жуками введем расстояние. Расстояние – это наименьшее количество ходов короля, которыми можно от одного добраться до другого. Шаков? Шакового короля, да. Идти можно по горизонтали, по вертикали и наискосом. Понимаете ли вы, что при нашем отображении вот такое вот расстояние не увеличивается? Или не понимаете? Расстояние короля не может увеличиться. Почему? Потому что если у вас были какие-то две клетки, вот один жук сидел здесь, другой жук там сидел здесь, и был какой-то маршрут короля, который соединял эти клетки, то у нас же не может удлиняться, то есть они были соседние, то они должны быть соседние. То есть расстояние вот такое, в смысле ходов короля, не может увеличиваться. Согласны? Нет. Отлично. Расстояние не может увеличиваться. А расстояние между этими двумя клетками, оно какое? Максимально возможное на этой доске. Вообще на этой доске, между любыми двумя клетками, расстояние не больше, чем между этими двумя. Правильно? И между вот этой клеткой и этой, расстояние будет такой же, в смысле шагового короля, как между этими. Значит, раньше эти две клетки тоже находились где? Как вы считаете? На разных краях доски. На разных краях доски. Отлично. Услышьте это, пожалуйста. Они находились на разных краях доски. Отлично. 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 Теперь вопрос. Если была такая-то клеточка не на краю, могло ли так отлучиться, что она перешла на краю? Нет. Почему нет? Почему нет? Это самое главное. Потому что это не самое, самое настоящее. Вот давайте введем вот эту клетку А, это клетка В, это клетка С. Вот представьте себе, что эта клетка перелетела, например, сюда. И назовем это клеткой Д. Перелетела на край. В клетке В, в цвет. Перелетели краевые клетки. Вы это уже поняли, да? Да. Отлично. Ну, я не знаю, как это было. Например, это могло быть так. Вот клетка отсюда перелетела сюда, а клетка отсюда сюда. Или могло быть наоборот. Отсюда перелетела сюда, а отсюда перелетела сюда. Но, подумайте, когда она перелетела на край, то вот это расстояние к СД больше, чем расстояние вот это. Квадрат. Мы сейчас дошли до трудного пункта решения этой задачи. Поскольку пункт трудный, давайте быстро еще раз сначала все повторим. Есть любой прямоугольник, не квадратный. У него есть левый край, правый край и все остальное. И мы разобрали ситуацию, когда на левый край ничего не перелетает. Тогда мы сказали, что просто рассмотрим задачи для такого припугольника обрезаемых домах. Разобрали ситуацию, когда на правый край ничего не перелетает. Замечательно. Теперь пусть какая-то клетка перелетела сюда и какая-то сюда. Например, или другой вариант возможен, что вот так перелетелось. Но в любом случае мы говорим, что если какая-то клетка не с края перелетела на край, то произойдет удивительная вещь. Посмотрите, вот от этой клетки, которая уже перелетела, до а расстояния будет меньше, чем вот эта. Потому что это расстояние максимально возможное. А до любой внутренней клетки с края расстояние меньше, чем максимально возможно. И это противоречит. Потому что раньше они были не на максимальном расстоянии, а их образ максимально расстояние такой не бывает. Ну и наоборот, если у вас отсюда прилетел это, то вы говорите, что расстояние между это и это и это было не максимальным, а стало между областью максимальным. Ребята, а значит это означает, что если вы посмотрите на вот этот прямоугольник, то есть отбросите крайние две полоски, то он переходит с себя. То есть ни один шок изнутри не попал, я точно объяснил, на краю. То есть вы можете в прямоугольник отрезать, ссаживать две полоски левую, крайнюю полоску и свести задачу к новому прямоугольнику. Поняли? А если квадрат на самом деле абсолютно то же самое, только этих полосок будет сколько? Сколько? Четыре. Четыре. Если на эту полоску никакой жук не перелетел, то задача сведена к прямоугольнику. на одну клеточку. А это мы уже решили. Если на эту полоску никто не перелетел, то же самое. Значит, мы обязательно имеем какие-то клеточки, давайте опять обозначим В и С. Куда, чтобы не перелетели. Хорошо. Максимально возможное в смысле расстояние кроля. Максимально возможно. так, давайте дальше идти. Кто может слышать? Нам это доказать, что никакая внутренняя клетка не может расстояния. Не может доказаться, где расстояние кражет. Если она перешла на этот край или на этот, то суждение ничем не отвечает. проблема если она перешла на этот. Тогда мы скажем, что вообще-то здесь тоже нам надо быть какая-то веточка. И здесь нам надо быть веточка. Понятно, да? И то же самое обсуждение только интересное. Смысл очень достойный. Если у вас надо в противоположном концам оказать клетку максимально достойную, то в случае, если бы этот клетка перешла не сюда, а сюда, куда перешла, у нас бы получилось противоречие ровно такое, здесь. Потому что эта клетка была от этих краев удалена на меньшее расстояние, чем эти края удалены эту квадрат. Хорошо. И значит, во что я превращаю наш квадрат? Я просто обрезаю все вот эти вот квадраты. Совсем все. И обе стороны квадрата уменьшаются на 2. Квадрат. Там квадрата есть. То есть от квадрата я перехожу либо к прямоугольнику, если на один из краев ничто не отобразилось. А если отобразилось, то тогда получается, что сердцевинка обязана была перейти в себя, и значит можно сразу обрезать весь край. Иди поняли? это пьем и это пьем. Это пьем и пьем Продолжение следует...